Добро пожаловать! Для лучшей навигации используйте тайм-коды в описании. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Босс Макасос. Это актуальная во все времена история для взрослых и детей. Рассказывается от лица 7-летнего брата, новорожденного фантазёра Тима, который ревнует его к родителям. Но главный герой совсем не простой ребёнок. Он обладает лидерскими задатками, уже носит деловые костюмы и во всём ведет бизнес-задачу. Великий Гацби. 2013 года. Весной 1922 года, в эпоху разлагающейся морали, блистательного джаза и королей контрабандного алкоголя, Ник Каррауэй приезжает из Среднего Запада в Нью-Йорк. Преследуя собственную американскую мечту, он вселится по соседству с таинственным, известным своими вечеринками, миллионером Джейм Гэтсби. А на противоположном берегу бухты проживает его кузина Дейзи и её муж, повеса и аристократ Том Бьюканен. Так Ник оказывается вовлечённым в захватывающий мир богатых, их иллюзий, любви и обманов. Он становится свидетелем происходящего в этом мире и пишет историю невозможной любви, вечных мечтаний и человеческой трагедии, которые являются отражением современных времён и нравов. Субтитры создавал DimaTorzok Два брата, они так не похожи друг на друга. Старший Сэм, бравый офицер, любящий муж и отец. А младший Томми, мечется по жизни, словно ходит по лезвию бритвы. Уезжая добровольцем на войну в Афганистан, Сэм просит Томми позаботиться о детях и жене Грейс. Проходит время, от Сэма нет вестей, его считают без вести пропавшим. Томми как может утешает Грейс, незаметно между ними вспыхивает чувство. Человек-паук 3. Враг в отражении. 2007 года. Прошло 5 лет с тех пор, как Питер осознал, что с великой силой приходит великая ответственность. И 3 года с тех пор, как он отказался быть борцом за справедливость. Но сейчас кажется, Питер прекрасно научился жить несколькими жизнями. Он хорошо учится, Нью-Йорк признал его героем. Отношения с Мари Джейн прочные. Питер даже намеревается сделать ей предложение. Но, к сожалению, его лучший друг Гарри Осборн по-прежнему считает, что именно Человек-паук несет ответственность за безвременную кончину его отца. Человек-паук 2. 2004 года. С момента событий, произошедших в первом фильме, прошло 2 года. Тихоня Питер Паркер сталкивается с новыми проблемами. Он бороться со своим даровым проклятием, отчаянно пытаясь балансировать на грани двух своих жизней, метающего паутину супергероя Человека-паука и обычного студента колледжа. Фаворит. Америка 30-х. Великая депрессия в разгаре. Свободное время люди проводят в тщетных поисках работы или просто отправляются искать счастье на ипподроме. Ставки невысоки, но их много. На местном патроне появляется темная лошадка. Маленькая, кряжистая и кажется негодная для гонок. Ее же Кей Ред Полвард, слепнущий чемпион по боксу в суперлегком весе. Ее тренер Том Смит, бывший церковный силач по кличке Разрушитель Мустангов. А хозяин лошадки Чарльз Ховард, человек, который позже наладил торговлю автомобилями по всей Западной Америке. Но пока вся страна с живым интересом следит за восхождением фаворита. Ведь невзрачной лошадке с полуслепым наездником удастся обогнать непобедимого фаворита скачек, военного адмирала, и добиться титула «Лучшая лошадь» 1938 года. Человек-паук Питер Паркер – обыкновенный школьник. Однажды он отправился с классом на экскурсию, где его кусает странный паук-мутант. Через время парень почувствовал в себе нечеловеческую силу и ловкость в движении, а главное – умение лазать по стенам и метать странную паутину. Свои способности он направляет на защиту слабых. Так Питер становится настоящим супергероем по имени Человек-паук, который помогает людям бороться с преступностью. Но там, где есть супергерой, рано или поздно всегда объявляется и суперзлодей. Плезентвиль 1998 года Дэвид Вагнер – дитя 90-х, но он увлечен телевизионным шоу Плезентвиль, где действие происходит в 50-е годы в небольшом одноименном городке, где все шикарны, веселы и непорочны, и жизнь удивительно приятна. Завороженный этим утопическим миром, Дэвид воображает себя в Плезентвиле, где он наконец-то избавился бы от своей взбалмошной и помешанной на парнях сестры Дженнифер, и однажды вечером жизнь совершает причудливый поворот. Странный телемастер вручает Дэвиду необычный пульт дистанционного управления, который отправляет его вместе с сестрой прямо в Плезентвиль. Визит пришельцев не прошел для города бесследно, удивительным образом изменив судьбу его обитателей. Трах и ненависть в Лас-Вегасе Два приятеля едут в Лас-Вегас. Одного из них зовут Рауль Дьюк, он спортивный обозреватель, и в Вегас едет, чтобы осветить знаменитую Минт-400. Второго зовут Доктор Гонзо, или что-то вроде того. А еще Доктор Гонзо адвокат, но какая разница? Да и вокруг творится нечто невообразимое. Родную Неваду не узнать, только специальные препараты могут спасти от всех этих тварей. Нормальным парням вроде наших героев временами даже как-то неуютно в этом хаосе. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!